Мы в Доме народного творчества Губерния, где три последних дня проходит большой всероссийский фестиваль зимнего фольклора, музыки, театра и огня Сочельник. Это большая творческая лаборатория с участием известных фольклористов Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Сегодня заключительный день фестиваля. Здесь в сквере проходят игры и забавы с детьми. И одна из его частей называется «Снежное валяние». Это все очень позитивно. Там много народу, очень весело. Это сближает все, разные нации, разные народы. Нашли новых друзей, знакомых. Теперь будем чаще общаться, пересекаться на каких-то других мероприятиях. Погода нет. Если двигаешься, это очень согревает. Плюс музыка весела. Обязательно нужны, как можно побольше. Особенно для детей это, мне кажется, просто необходимо, чтобы они двигались, шевелились. Потом еще тут какие-то будут пельмени, поедание. На три фестивальных дня фойе губернии превратилась в настоящую мастерскую народных умельцев. Своими руками здесь можно было создать рождественскую звезду, ангела, традиционную куклу. Или, например, познакомиться с искусством набойки. Технология по набойке, она применяется и в дошкольном образовании, и в хобби. То есть, как в свободное время люди этому посвящают. Поэтому тут никаких ограничений нет. Это все безопасно, все натурально и всем, каждому доступно. Я познакомилась с этой техникой первый раз. Мне очень понравилось, много эмоций, и это несложно. Что ты сделала? Я сделала вот такие вот узоры. Одна из любимых фестивальных затей сочельник – массовая лепка пельменей. Лепить их здесь начали вчера, а сегодня пройдет большое пельменное застолье. Посиделки с благодарением. Ань, сколько всего пельменей налепили? В штуках это сказать действительно сложно, но в килограммах более 40 килограмм. Лепили с песнями, с шутками, даже с танцами на заднем фоне. То есть, было очень весело. И самое главное, что очень-очень много народу в этом приняло участие. И некоторых от этого занятия было просто не оторвать, потому что дома сейчас редко кто занимается этим занятием. А здесь это можно сделать все вместе, словно одна большая дружная семья. Вот пельмени мы видим красные, зеленые, черные. Они с чем? Это специальное тесто, в которое добавляются естественные красители. То есть, например, розовое тесто – это со свеклой, зеленое – со шпинатом, оранжевое – это с морковным соком. Ну а черное – это буквально новинка нашего фестиваля в этом году. Это с каракатицей. С чернилами каракатицы. Попробуем? Попробуем. Вдруг нам попадется. Так, я отведусь чернилами каракатицы. А мои любимые – это в оранжевом тесте с квашеной капустой. Очень вкусные. Пельменные мастера – молодцы. Спектакли, концерты, мастер-классы, лепка пельменей и, конечно же, страшные вечера со святочными гаданиями. Вот что такое фестиваль зимнего фольклора «Сочельник», который, между прочим, в нашем городе прошел уже в восьмой раз.